Третья разновидность коллекции — это java.util.set — множество. Эта коллекция обеспечивает уникальность содержащихся в ней элементов. То есть set не может содержать двух элементов, равных друг другу. При попытке добавить дубликат методом added, множество изменено не будет. Как раз в этом случае метод вернет false. Интерфейс set не добавляет новых методов относительно интерфейса collection. Он только уточняет семантику существующих в родительском интерфейсе методов. Поэтому если вы откроете объявление интерфейса set в стандартной библиотеке, то вы увидите в нем все те же методы, что и в коллекции, но с другим java.doc. Например, метод equals определен так, что он будет сравнивать два множества по содержимому. Реализации интерфейса set несколько. Первая из них это хэш-сет, реализация множества на основе хэш-таблицы. Важную роль тут играет метод хэш-код. Хэш-сет использует хэш-код объекта для определения ячейки хэш-таблицы, куда нужно положить этот объект. А метод equals затем используется для сравнения с элементами, уже лежащими в этой ячейке хэш-таблицы. Очень важно, чтобы реализации хэш-кода equals были согласованными. То есть, если a equals b, то их хэш-коды должны быть равны. Если это соотношение нарушается, то хэш-сет будет работать с элементами неправильно. Например, вы будете добавлять элементы в хэш-сет, а потом их не находить. Или добавлять один и тот же с точки зрения equals элемент, а он по факту добавится много раз в разные ячейки хэш-таблицы. И еще важный момент. Объект не должен меняться, пока он лежит в хэш-сете. Точнее, не должны меняться его поля, влияющие на вычисление equals и хэш-код. В крайнем случае, можно удалить объект из хэш-сета, поменять его и добавить обратно, чтобы он добавился уже с новым хэш-кодом и попал в новую ячейку хэш-таблицы. Порядок обхода элементов хэш-сета итератором обусловлен хэш-кодами элементов. Точнее, раскладкой объектов по хэш-таблице, которая определяется хэш-кодами. Если мы попробуем при помощи итератора обойти все элементы хэш-сета, то порядок обхода для стороннего наблюдателя будет казаться случайным. Если порядок элементов важен, то предлагается использовать другую реализацию сета — linked-хэш-сет. Он отличается тем, что провязывает все элементы в список в порядке их добавления, что позволяет итератору обходить и возвращать все элементы в том порядке, в котором вы их добавили в сет. От интерфейса сет наследуется интерфейс sorted-set — упорядоченное множество. Благодаря упорядоченности он обеспечивает обход элементов итератором в порядке возрастания элементов, а также поддерживает некоторые дополнительные операции. Например, хэд-сет возвращает под множество элементов, меньших, чем переданный параметр. И это не копия, а живое множество, которое изменяется вместе с основным. И аналогично есть методы tail-set, sub-set, а также наименьший и наибольший элемент. Реализация интерфейса sorted-set — это класс 3-set. Внутри него самобалансирующееся двоичное дерево поиска, а именно красно-черное дерево. Естественно, что 3-set должен уметь сравнивать элементы друг с другом. Для этого либо элементы должны реализовывать интерфейс java-lang-comparable с методом compareTo либо в конструктор 3-сета должен передаваться экземпляр java-util-компаратор. с методом compare, принимающим два параметра. То есть мы можем сравнивать объекты, которые сами не умеют сравниваться друг с другом. Получительный пример эффективного использования коллекции — это удаление дубликатов из списка. Здесь мы пользуемся тем, что по соглашению у каждого класса коллекции есть конструктор, принимающий в качестве параметра другую коллекцию. При этом все элементы исходной коллекции копируются в новую. Поэтому мы просто создаем новый linked-хэш-сет от нашего исходного списка, который удалит дубликаты и при этом сохранит порядок следования элементов. А потом создаем обратно список из множества. Субтитры создавал DimaTorzok